Шалом, друзья! В прошлом видео мы говорили о том, что если мы неправильно коммуницируем с подростком, то это вынуждает его закрываться от нас. Мы также объяснили, что разница между плохой и хорошей коммуникацией зависит не от передаваемой информации, а от того, какие чувства испытывает наш ребенок при общении с нами. Для того, чтобы еще лучше понимать, как работает эта система, давайте представим, что наши взаимоотношения – это наш банковский счет. Каждый раз, когда я даю ребенку позитивную эмоцию, я вкладываю на этот счет некую сумму денег. Чем сильнее эмоция, тем больше денег. Каждый раз, когда я даю ребенку отрицательную эмоцию, я снимаю деньги со счета. И, естественно, в этом случае тоже важна сила эмоций. Чем сильнее эмоция, тем больше денег я снимаю с этого виртуального счета. Все время, пока у нас на счету есть приличная сумма денег, мы чувствуем себя уверенными в завтрашнем дне. Да и наш банкир спит спокойно. Но когда денег на счету останется мало, это уже повод начать беспокоиться. Ведь в любой момент может возникнуть надобность в неожиданных тратах. А если у нас нет резерва, мы попадаем в сложное положение. Кстати, наш банкир тоже начинает более внимательно и с подозрением относиться к нашим операциям. А что произойдет, если деньги на счету полностью закончатся? Банк не позволит вам выполнять никаких операций? Похожим образом развиваются наши отношения с подростками. Когда мы даем им много положительных эмоций и мало отрицательных, наши отношения в положительном балансе. Мы можем рассчитывать на то, что ребенок будет делиться с нами своими секретами, посвящать нас свои планы, мечты и переживания. Если же у нас на счету ноль, или того хуже, баланс отрицательный, ребенок закрывается от нас. И кроме «все в порядке», «отстаньте от меня» и «из закатывания глаз», мы от него ничего не дождемся. То же самое касается и дисциплины. Если сальдо положительное, ребенок готов делать то, что мы от него требуем, даже если ему это делать нисколько не хочется. Если же мы ему должны, никакого желания выполнять наши просьбы у него нет. Более того, даже те вещи, которые он и сам понимает, что нужно сделать, он не будет делать. Помните старый анекдот «куплю билет и пойду пешком на злокодуктору»? Именно так и ведут себя многие подростки в состоянии бюджетного дефицита. Они делают нам назло, даже если им самим это дорого обходится. Потому что, когда включаются эмоции, логика ложится спать. Положение дел на нашем эмоциональном счету влияет на все сферы нашего взаимодействия. Мы уже упомянули доверие и послушание, но это еще не все. Будет ли ребенок советоваться с нами? Или же делать что угодно, кроме того, что мы предлагаем? Захочет ли он проводить с нами время или любые семейные сборы расценивать как наказание? Избегать их всеми силами? И даже такой момент, как будет ли ребенок копировать наше поведение, или же возьмет от нас только отрицательный пример, тоже напрямую зависит от состояния нашего счета. Также важно понимать, что наша кредитная история не стирается и не забывается. Если ко мне на счет регулярно заходят деньги, а мои расходы не превышают мои доходы, то банк меня любит. И если мне понадобится вдруг большая сумма денег, больше, чем у меня есть, банк с радостью предоставит мне кредит. Ведь я надежный клиент, со мной стоит вести дела. Но если ситуация наоборот, я постоянно сижу в долгах, вкладываю на счет мало, а снимаю с него много, как тогда ко мне будет относиться банк? Естественно, с подозрением. Мне будет очень тяжело получить кредит. И даже когда на моем счету появятся деньги, банкир еще некоторое время будет внимательно отслеживать все мои транзакции. Точно так же это происходит и с нашими отношениями. Если мы в обычной ситуации даем ребенку много положительных эмоций, он достаточно легко переживает сложные моменты. Даже когда мы на него срываемся из-за своих проблем, или же семья попадает в сложную ситуацию, и напряжение в доме растет, подросток будет готов простить нас и даже прийти на помощь, он готов дать нам кредит доверия. Но если ситуация другая, мы постоянно не додаем ему позитивных эмоций, он привык, что мы выливаем на него в основном негатив, то ни про какой кредит и речи быть не может. Более того, даже когда мы стараемся дать ему хорошие эмоции, ребенок будет воспринимать их как подвох. Нам нужно будет долго и постепенно возвращать его доверие к нам. Именно с этим связан тот факт, что когда мы начинаем менять свое отношение к ребенку, на первых порах мы не получаем обратной реакции. А зачастую даже наоборот, чем больше мы стараемся, тем хуже ребенок ведет себя в ответ. Но не нужно отчаиваться, последовательными действиями можно переубедить и банкира, и наше подросшее чадо. Я очень надеюсь, что этот пример помог мне объяснить важность нашего эмоционального вклада. В следующих видео мы рассмотрим, куда мы растрачиваем наши эмоциональные монеты и как перейти в режим экономии и получать от этого удовольствие. Хотите, чтобы на вашем счету всегда был положительный баланс? Следите за новыми выпусками. Пока!